Здрасте! Друзья, всем привет! Мы продолжаем играть на свапе. И в общем-то с последней серией у нас ничего интересного это и не произошло. За кадром я как-то так получилось, что не играл. Поэтому у нас продолжается уборка полей. Происходит это не самым быстрым образом, но медленно, но уверенно, в общем-то поля у нас убираются. В прошлой серии, друзья, мы с вами купили территорию под застройку, химпром. И сюда нужно отвезти стройматериалы для того, чтобы этот самый завод построить. Брус, бетон, кирпич. В общем-то все это дело у нас есть, поэтому мы это сюда сегодня обязательно отвезем. А еще, друзья, мы купили поля, целых два поля, пятое и второе. И даже успели их объединить. И в общем-то эти поля у нас нуждаются в извести, в удобрениях и прочей такой фигне. Поэтому нужно сегодня обязательно заняться этими полями. Тут вроде как растет какой-то урожай, но нам на него пофигу. Или не пофигу? Нет, нам на него пофигу. Мы его весь перепашем и потом будем сюда сеять уже что-нибудь другое. Так что работенка у нас в общем-то есть. Поэтому погнали работать. Для начала, друзья, мы посыпем известью наше новое поле. Я не знаю, как это будет работать. У меня сегодня эксперимент с автодрайвом, с этим сраным. Я потому что не умею им пользоваться ни хрена. И в общем-то впервые, скажем так, впервые я запускаю эту хреновину. Мне интересно, как это будет работать. Ну, вроде как работает. По крайней мере, у него закончилась известь. И он уже вдуплил, что ему нужно ехать на начальную точку и разгружаться. Точнее, загружать известь. Начальная точка у нас находится где-то вон там, где начало посыпки извести, собственно, и было. И он вроде как сюда даже доехал. Доехал. Теперь интересно, поедет ли он нормально пополнять известь. И попадет ли он в эту точку, кстати, тоже интересно. Потому что тут довольно-таки узенько все сделано. У меня маршруты прописаны. Но вроде как попал. Вроде попал. Ладно, поехали на то место, где у него пополнялка извести. Точнее, побежали. Будем его ждать там. Посмотрим, пополнится он или нет. Потому что это важно. Ну что ж, товарищ вроде как сюда доехал. Но, в принципе, доехать сюда проблем у него никаких не должно было возникнуть. Сейчас самое интересное, сможет ли он пополниться. Подъехать с правой стороны вот к этой вот хреновине. И, соответственно, заполнится. Но то, что он к ней подъедет, это, в принципе, тоже 100%. Потому что раз он сюда приехал, значит, он понял, куда ему ехать. А вот вопрос в том, будет ли это дерьмо пополняться. Ну, смотрите, даже крышка открылась. Замечательно. Хм, мне это нравится. И пошло пополнение. Он даже двигатель сразу же заглушил, как начал пополняться. Слушайте, нормально. Автодрайв вроде как работает. Единственное, только жрет наши деньги на известь. Потому что известь стоит денег, а тут большой бункер. Но этого бункера хотя бы может хватить на все поле. А если не хватит, то он приедет еще пополниться. Тоже не проблема. Ну, это дерьмо, в общем-то, работает. Поэтому, в принципе, можно оставить его в покое. Он заполнится, поедет обратно на поле. И пускай посыпает ее известью. Потом нам курсплей скажет, что он закончил. Сама работа на поле идет по курсплею. А пополнение идет по автодрайву. Какая-то вот такая вот хитрая схема. Сложная, но простая, да. Ладно, давайте пока займемся нашим заводом. А конкретно бетоном. У нас, друзья, есть вот такой вот бетонный завод. И на нем дохрена бетона. И какую-то часть мы сейчас отвезем на стройку. Со мной тут поделились картой маршрутов для автодрайва. И на самом деле, мне даже интересно, есть ли тут триггера стройки. Химпром. Химпрома здесь я вообще не вижу. Беда. Но на ЖБИ есть, наверное, загрузка бетона. Бетон из ЖБИ. Я так понимаю, это и есть та точка, которая нам нужна. Соответственно, можем замутить с помощью автодрайва и это все дело. Ну-ка, товарищи, скажи мне. Да, оно вроде как должно быть работать. Но еще хороший вопрос. Есть ли там место для разгрузки? А мне кажется, что его там нет. Поэтому погнали посмотрим. Может быть сейчас замутим что-нибудь. Итак, мы приехали на стройку. Я понял две вещи. Во-первых, я очень зря не загрузил сюда бетон. Ну и во-вторых, здесь на этой карте ничего не проложено. Поэтому будем прокладывать сами. На то, что я не загрузил бетон, это вот прям очень плохо. Ну ладно. Потому что я не смогу увидеть тогда триггер. Ну ладно, ничего страшного. Если с первого раза не сработает, то сработает со второго. А не сработает со второго, запишем курс плей. По-моему, очень даже хороший вариант. Я выехал не туда, куда надо было. Ладно. Соответственно, маршрут начнем писать примерно вот отсюда. Я думаю, будет норм. Если, конечно, я все сделаю нормально. Честно говоря, этот ман, он так себе управляется. В принципе, это временная сетка такая будет. Она нам не очень нужна. Хотя, может быть, потом будем что-нибудь сюда возить. Но если что, там можно будет подредактировать. И, в общем-то, примерно вот здесь должен быть триггер. Можно, в принципе, сохранить это все дело. Назовем его бетон-химстрой. Да? Химпром. Химпром у нас. Завод бетон-химпром. И можно отсюда как-то даже выезжать. Только не зацепиться бы за деревья. Где у нас тут ближайшая дорога подключенная? Поехали вон на ту. Я думаю, будет нормально вполне. И вот здесь мы это все дело прервем. Правда, надо это все дело теперь соединить. Благо, в новых версиях есть такая замечательная штука, что можно мышкой прям это все делать. Поэтому, на всякий случай, мы отсюда проведем сюда полосочку. Я, конечно, далековато остановился. Ну да ладно. Я думаю, проблем быть особо не должно. Еще нам, кстати, надо начало подключить. Поэтому поехали тоже начало подключим, там где кольцо было. Да, Андрюха, конечно, здесь такую схему наворотил. Красавчик. В общем-то, вот эти вот две точки мы тоже соединяем. И теперь вот эта маленькая пупучка, которую мы сейчас записали, она подключена к общей сети. И теоретически все должно прекрасно работать. Но это теоретически. У меня, знаете ли, все через жопу. В общем-то, что нам надо? Нам нужна загрузка и доставка. Загрузка у нас будет проходить из ЖБИ, бетон из ЖБИ. Логично, да? И выгрузка на бетон Химпром. А возить мы будем бетон. Ха, как ни странно. Есть у нас тут бетон вообще? У нас тут, а, батон и бетон. Я подумал, здесь уже две этих самых. Ничего страшного. В общем-то, запускаем все это дело. И если оно будет работать, то мы об этом когда-нибудь узнаем. А если не будет, то мы тоже когда-нибудь об этом узнаем. В общем-то, он там сам доедет куда надо. Может быть, сейчас не лучший маршрут у него будет. Ну да ладно, пофигу. Нам, друзья, еще надо привезти туда брус и кирпичи. Кирпичи у нас тоже находятся на ЖБИ. И, увы, с автодрайвом это все дело у нас не сработает. Можно, в принципе, даже это окошко закрыть тогда. Поэтому придется покататься немножко вручную. Чем мы сейчас и займемся. Начнем мы, друзья, с кирпичей. Не знаю почему, но начнем с кирпичей, да. Для строительства нам потребуется 120 кубов кирпичей. То есть 60 поддонов. У нас есть замечательная сканья с прицепом на сорокет. И можно, в принципе, полтора раза съездить. Ну, то есть два. А можно цепануть на фоллоуме еще одну сканью. Потому что старый прицеп у нас тоже остался. Когда еще можно 20 поддончиков загрузить. И, в общем-то, я решил, что мы сразу за один рейс отвезем все. Ман, кстати, с бетоном наполнился. Приехал сюда, наполнился. И он молодец. Если он выгрузится, то это будет прям тоже замечательно. Но мы сейчас заняты другим. Нам сейчас надо заполнить прицеп. Я думаю, если мы так припаркуем, будет вполне нормально. Поддоны создаются и не заполняются нихрена. Плохо я стал. Ладно. Кстати, производство сразу же запустилось. Видимо, все было забито очень сильно. Так, а если мы вот так вот сделаем, они будут генерироваться? Они будут генерироваться. И, соответственно, вот так вот мы по одному сейчас весь прицеп изобьем. Это тоже нормально. Во! Нормалды. Один прицеп у нас готов. Сейчас будем забивать второй. Только мы отсюда выедем сначала, чтобы не мешать. Черт! Ладно. Никита, не психуй. Припаркуем его пока что вот сюда. Я думаю, будет норм. Можно даже движку заглушить. Погнали поставим вот эту замечательную сканию. Так, чтобы можно было загрузиться. Давайте, наверное, мы даже передом объедем это все дело. Я думаю, вот так вот четко. Нет? Наверное, четко. Грузимся. Соответственно, все поддоны сюда попадали. И там у нас уже лежит 3 штуки из 40. Так, производство кирпича меня интересует. 6 создаем. И все 6 улетают. Замечательно. Сколько тут их уже? Можно еще, наверное, пару штук, да? Надо еще 13. Я просто не хочу, чтобы они потом стояли здесь. Хочу сделать все четко. Соответственно, еще 2 раза по 6. И еще 1 добавляем. И должно быть 40. Да, 40. Замечательно. В общем-то, цепляем теперь на фоллоуме нашу оранжевую сканию. Вот за этой. За беленькой. Оранжевый у нас помощнее. Ездит побыстрее. Поэтому, вроде как, он должен будет догнать, если отстанет. И погнали на наш бетонный завод. Точнее, какой бетонный завод? На стройку. Везем кирпичи. Толстый, но он все равно отстал. Постоянно останавливается. Не знаю зачем. Вероятнее всего, конечно, его колбасит на большой скорости. И он теряется. Начинает сбиваться. И поэтому ему надо останавливаться. Давай, дружище, гони. Где ты там? Вон он едет. Я его вижу. Но он не сильно торопится, я вам скажу. Вообще не торопится. Видите, как его колбасит? Да, такое бывает. Это не очень устойчивые машинки. Вот эти скани. Но быстрые. А это хорошо. Что он там? Повернул, не повернул? Ну, кое-как повернул. Хорошо. Почти доехали. А между тем, кстати, наш ман здесь не разгружается. Я, видимо, неправильно поставил точку разгрузки. Или он увидел какую-нибудь другую. Или еще что-то не сработало. В общем-то, если мы его немножко пнем, это так не работает, да? Да, вот я его пнул дальше, и он начал разгружаться. Ну, неправильно поставил точку. Кстати, это ж можно отредактировать. Че это я? А ну-ка, стой, выключись. Блин, меня бесит в этом сраном автодрайве то, что когда у тебя открыт курсор, ты не можешь ворочать обзором, стиком. Смотрите, можно вот так вот эту точку взять и перенести, например, вот сюда. Ну, примерно же здесь он стоял, да? Вроде как да. А ну-ка, дружище, попробуй еще раз. Называется, выйди и зайди снова. Давай. Поехал. Едешь? Поехал. Нормально. То, что он загружается, это мы знаем, а то, что вот не выгружается, мы только сейчас узнали. Но ничего страшного. Так, что мы делаем? Нам сейчас надо выгрузить отсюда наши кирпичи. В принципе, это довольно просто. Выгружаем их просто на прицеп и проезжаем. И они сейчас сюда все попрыгают. А если не все? Ну, конечно, не все. В общем-то, там мы знаем эти приколы с прицепами. Давай выгружайся. О, нормально. Отсюда просто убираем вот так вот тягач и все выгружается. Видите, как это все просто. Все легко и просто, да. Беззаботно. И у нас есть еще один прицеп. Точнее, еще одна целая фура, которую мы пригнали. Надо с ней провернуть ту же самую операцию. Только главное сейчас это все дерьмо не рассыпать здесь. Потому что когда мы выгружаем это на прицеп, выглядит это все страшно. И как он просел. Во! Все выгрузили, все выгрузилось. Вроде как я правильно посчитал, сколько нам сюда надо было привезти кирпичей. Но мы сейчас на всякий случай посмотрим. Блин, как тут шумно около этих сканей. 2 литра где-то потерялось. Вот всегда так. Не знаю, как это работает. Сраная ферма со своими округлениями и кучами знаки... Кучами знаки, да. Кучами знаков после запятой во всех этих объемах. Короче, мы сейчас едем на этот самый. На нашу пилораму. Потому что там лежит брус, который нам нужно привезти сюда. Его же тоже надо 120 кубов, да? Расскажите мне, пожалуйста. Здесь вообще написано 997. Да, 120 кубов надо, поэтому все хорошо. Прошло иное количество времени. И мы наконец-таки привезли сюда брус. В принципе, по той же самой схеме, как и кирпичи. И тут можно их разгружать таким же способом. Только есть одно но. У них больше размер. И они сейчас начнут вываливаться, проваливаться под землю. И, короче, начнется полная выхоханалия. Мы через это уже проходили. Поэтому готовьтесь видеть глобальный трындец. Ну ладно. Глобального ничего, конечно, не будет. Но все равно зрелище не из приятных. Да. Самое главное, что-то под землю проваливается. Блин, ну не руками же их тут возить. Носить, возить руками. А, эти шпадлы надо еще и переворачивать. Потому что они вверх ногами почему-то не разгружаются. Не знаю, как это работает. Да, по одному это как бы, ну, не камильфо, что ли. Ладно, давайте загрузим все обратно. Попробуем выгрузить это все на правую сторону. А вось там что-нибудь вылезет. Вот так вот. Пум. Что-то должно же выгрузиться, правильно? Я бы не сказал, что прям все замечательно и выгрузилось. Тут их хотя бы можно сейчас просто пододвигать. Боже мой, что за расколбаса. Опять дискотеки. Да, поддоны с брусом очень не люблю. Есть прицеп, конечно, здесь. Который сделали разработчики свапы. И он нормально выгружает и загружает и все возит нормально. Так, у нас тут бетон подъехал. Так, а ну-ка, давайте, ребята, сворачиваемся. Надо освободить дорогу парню. Стой, подожди, я сейчас отъеду. Давай, разгружайся, друг. У тебя же получится разгрузиться, я надеюсь. После того, как я тебе точку поменял. Надеюсь, получится. Да, у нас тут пока что будет какой-то непонятный трындец с поддонами. Но я люблю трындец с поддонами. Че уж там. Но разгружается. Слушайте, красотища. Люблю, когда все работает. Правда, зачастую не все работает. Но что поделать. Продолжаем, короче, извращаться с этим всем дерьмом. Так вот, есть прицеп. Да, я же говорил, что есть прицеп, который разрабы карты сделали. И он там брус грузит прям четенько. Может быть и есть. Да не может быть, а точно есть. Еще куча различных прицепов, которые тоже нормально перевозят брус. Но они не совсем большие по размеру. И 40 поддонов сразу они не перевозят. Поэтому с ними придется миллион раз ездить. А я не люблю миллион раз ездить. Я уже наездился. Ладно, если бы валеронов заправлять. Но мы же собственными ручками ездим, тратим время и все такое. Поэтому это так себе идея. Ну да ладно, ничего страшного. Как-нибудь мы это переживем. Так, вот так вот, давай. Выгружаем последнее. Я не знаю, сейчас когда их 40 штук выгрузим. Мне кажется, они вообще разлетятся в стратосферу. Сейчас еще может оказаться так, что что-нибудь пропало. Заработная плата 47. Это за что? А, это за follow me. А то я уж испугался. Хотя там, а, известь пополняется. Отлично, все работает. Известь пополняется. Меня это тоже радует. Несказанно. Все, товарищ, давай, уезжай отсюда. Правда, сам ты не уедешь, придется тебя обгонять. А, отгонять, да. Хорошо, отлично. Давай сейчас вот это вот дерьмо выгрузим. Мне кажется, это будет больно. Сейчас будет зрелище не для слабонервных. Это я прям гарантирую вам. Так, давай, вот так вот поставим. И вот сюда вот выгрузим. И я закрою глаза, чтобы это всего не видеть. Хотя, знаете, ничего страшного особого не произошло. Вроде как даже там не сильно много забаганных будет, которые в земле. Я слышу звуки, и там что-то разгружается. Потихонечку, помаленечку, но периодически что-то разгружается. Черт, а ни хрена не видно. Что самое обидное. Да, такими темпами мы не скоро здесь все выгрузим. Хотя что-то выгружается. Они и улетают. Они сами колбасятся. Там, видимо, внутри караед живет. И не один. Внутри каждого поддона с брусом. Что, все? Выгрузка закончилась у вас, да? Вот. Давайте вот пару штук загрузим. Остальные попробуем разгрузить. Понятно. Там забаганные. Эти забаганные. Вот этот не забаганный. Вот этот можно попробовать разгрузить. И этот можно попробовать разгрузить. Все разгрузить можно попробовать. Хоп. Нормал ды. Еще есть звук высыпания. Видимо, тот, который залетел в этот самый, в кузов с автоподбора. И он все еще продолжает высыпаться. Ненавижу такое дерьмо. Ну да ладно. Один раз сейчас помучаемся, и все потом будет нормально. Дубль два, мать его. Давай, выгружаемся. Что-то сейчас добудет. Они там даже какие-то выгружаются. Ну же, давайте как-нибудь тут что-нибудь. О, что-то пошло. При выгрузке поддонов идет звук высыпания из прицепа. Я не знаю, как это работает. Да черт. Так, видимо, придется играться с загрузкой-разгрузкой. Много раз. Там что-то да происходит. Давай, еще раз. Ну, выгрузить там хоть что-нибудь. По одному поддону оно что-то там пытается выгружать. Ну, в общем-то, так и будем делать. Охренеть. 13 тысяч долларов на известь. Евро. Ладно. Мы пока богатые. 13 тысяч долларов для нас не так много. Точнее, евро. Черт. Я путаюсь в валютах. Давай, выгружаем еще партию. А, черт. Я путаюсь в кнопках уже. Ну, вот видите, их тут уже немного осталось. Вот тяку сделаем еще тоже. В принципе, остальное можно уже пробовать ручками. Да, вот такой вот геморрой. Зато за один раз привезли. Как по мне, это того стоило. Что-то разгребсти просто. И каждая на триггер. Еще триггер просто не на земле лежит. Вот в чем самая большая проблема. Почему вот ты не выгружаешься, а? Давай, расскажи мне эту замечательную историю. Что я тебя не на весу держу, да? Надо на весу держать. Триггера не на земле. Триггера в воздухе. Разрабам похер вообще на это. Я им говорил об этом. Мы ничего не можем поделать, сказали. Так, дружище, ты тоже в земле, да? Ну и ладно, хрен с тобой. Выгрузим другого. И этот мы тоже сейчас выгрузим. А тебе придется... С теми придется что-то другое делать. Ну ладно, ничего страшного. Так, ты тоже в земле забаганный. Да, они при выгрузке багаются, проваливаются под землю. Так и живем. Наша любимая ферма. Давай, тебя мы тоже выгружаем. И вот ты последний. Остальные забаганные, да? Хорошо. Все, остальное надо на автопогрузке опять-таки цеплять. Странное дерьмо. Я загрузил два поддона, а загрузился... А, не, их два загрузилось, да? Они сначала в один ряд загружаются. О, у нас опять цемент привезли, точнее бетон. Ну давай, дружище, разгружайся, ты первый. Так и быть. Хотя, че тебя тянуть-то? Э, че ты не едешь, а, дружище? Или ты там опять поддон... Ты там увидел поддон какой-то? Вот дерьмо. Ладно, мы тебя чуть-чуть пододвинем. Тебе это не помогло, да? Ну давай вот так. Какую-то преграду он увидел. Мне кажется, тут какие-то поддоны остались, которые мы не видим. Я вам сейчас объясню почему. Почему мне так кажется. Так, эти тоже все. Вроде не провалились. Давайте их отнесем. Давай-давай-давай, разгружайся. Не стесняйся. Все нормально. Никто на тебя не будет ругаться. Все делаешь правильно. Не переживай. И вот этот, последний. Сейчас я вам покажу. Прикол, из которого у меня горит все время. Посмотрите, сколько ему брусов привезли. 111 кубов, 597. Где-то здесь есть еще поддоны. Скорее всего, они провалились под землю. Можно, в принципе, с автозагрузкой покататься. Какие-то литры провалились просто тупо под землю. Да, так это работает. Мы их не можем подобрать. Нам нужно везти сюда еще. Черт, ненавижу это дерьмо. Но мы же четкое количество привезли, правильно? Эх, ладно. Короче, друзья. На этом мы сегодня закончим. У нас доубиралось одно поле. Сейчас убирается второе. Там уже тоже не так много осталось. Чем туда сбегаем. Я для ускорения процесса сюда отправил еще второй трактор. Так что тут сейчас все работает. И этот куда-то собрался. А второй трактор, где он? Вот он. Как-то странно он стоит, но да ладно. В общем-то, сейчас вроде как не сильно должен быть простой у комбайна. Я на это надеюсь. И они доубирают. Потом надо, правда, еще солому оттуда будет собрать. Может быть, как-нибудь провезем стремец. А может быть и нет. Посмотрим, как у меня там время будет свободное. Ну и разумеется, посевная у нас впереди. На этих трех полях, которые у нас есть. Плюс надо все поудобрять и так далее. Сюда я этот один поддон. Сколько тут надо еще? Из 120 тысяч. Надо 4 поддона еще привезти. Я их сюда привезу уже за кадром. И в общем-то, все будет нормально. Ну и бетон у нас довосится. Соответственно, в следующий раз у нас уже будет новый заводик. Новый урожай. И все будет круто. Будем заниматься химпромом. Делать мешочки. Ха. В общем-то, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Не забывайте про лайкусики и комментарии. Чем их больше, тем мне будет приятнее. А чем мне приятнее, тем больше мне будет хотеться пилить для вас новые лопатки. Это именно так работает. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока.